Экспрессивно все требует выписки академической. Поэтому лучше находить задачи, которые можно решить экспрессивно. Вот я смотрю, у нас там на видео мастер-класс, там на переднем плане дерево. Ну, ты сейчас ни о чем говоришь, перечитай предмет обесмысленный. Вопрос о том, что можно нарисовать экспрессивно, а что нет. Вот в данном случае это вот чисто поленовская живопись. Вот. И это придется академические навыки как-то выявлять, а ты будешь наоборот их, наоборот, скорее всего, да, ты сейчас чувствуешь себя новоначально? Да, мы сейчас скидка. А, мы в школу-то хоть что-то. Мы в школу-то хоть что-то. Скорее всего, нам придется два сеанса бомбить. Ну, если справимся, то хорошо. Наличие костной школы за плечами может дать возможность. Итак, взяла жидкость, взяла белила, сделала сметанный замес, взяла синий, взяла розовый. Некий цвет полимерного звучания на весь холст. В качестве розового тадми-красный. Вот так, с прогрессами, для того, чтобы создался эффект воздуха, эффект ритма. Ритмы по направлению ее взгляда здесь уместны. Правда? Есть ощущение, что они весьма уместны. После того, как ты наберешь вот это все. Ты относительно середины. У картины есть середина, да? Да. Этими же цветиками, но в меньшей разбеленности. Ты видишь, там стволик один, стволик другой. Начнешь набирать стволики. Сильно не разжижай, пусть будет суховатенький. Хорошо? Стволики понабираешь. Потом остальные, остальные, остальные. Пока все через синие. Хорошо? Вот, с прогресси, через синие. Белого холста, как можно скорее. Ты начала уже рисовать разноцветицы. А ты бы сначала создала эффект воздуха. Воздуха. Так вот, красками, смотри. Ты берешь вот этот цвет воздуха, цвет пленера. Синий и красный карни. И вот этим цветом пленера избавляешься от белого холста вообще. Этим же цветом, только в меньшей степени белила, ты начинаешь набирать рисунок, ориентируясь от середины. Что и как у нас относится к середине. Вот скажем, вот это пятно прямо по диагонали идет, да? Его легко найти, потому что оно идет по диагонали. Рядом с ним идет соседнее пятно. И хочет упереться выше, чем край, чем угол. Вот и быстро, быстро, быстро. Но у тебя должен появиться этот цвет везде. Да. Смотри. Есть места, есть места в картине, которые никакой ответственности не задают. Вот этот угол можно смело отсечь в примерной тональности, в примерном цветом. Ты согласен? Периферия ничему не обязывает. Да, да. Цвета вообще не обязывает. Зелень дальнего плана тоже отсекает пол картины, ну или треть, практически однородиной. Синий-коричневый, синий, то есть ультрамарин, желтый. Вот она, однородина. Ствол-герево. Тоже довольно большую массу занимает на холсте. И тоже взять, обозначить его. Здесь он уходит в середину, ровно в середину. Платье девушки не доходит до середины по ширине. Поэтому, даже просто обозначив ее не дошедшись до середины, мы получим близкое. Смотри, вот эта лямочка на плече стремится к середине, но выше середины. Даже где-то вот здесь. стремится, но выше. К лямочке легко пристроить личико и руку. То есть так, опираясь одно от другого, а изначально опираясь от середины, от середины, середины по высоте, середины по ширине, мы быстро находим основные веки рисунка. Впрочем, у нас еще есть возможность это делать с помощью этого проектора. но в этой задачи, поскольку у тебя еще и художественная школа за плечами, я надеюсь, что нам не понадобится. если что, потом воспользуемся, если будет нам явно не хватать рисовательных возможностей, то воспользуемся этим инструментом, проектором. заведюхо, да? Да? То есть, будет как рекомендация. Я тут же хотела чемоданку поставила. Смотри, как это. Собачья. Не, не торопись. С контурами внятными. Чем дольше ты отложишь идею контуров, тем точнее будет контуры. над головой помещается голова. Ты видишь, да? Поэтому размер пятна более-менее понятен. Лоб хочет коснуться середины, но не касается. Это все видимо, да? То есть, нет никакого сверхъестественного здесь. взаимоотношения с серединами это же вообще идеально для поиска рисунка. Понятно, и это речь идет о работе с фотоматериалом и с репродукцией. С натурой, конечно, там посложнее ситуация. Но поскольку в наше время с натуры уже все меньше работ производится, то умение работать оглядываясь на середины очень актуальное умение. цвета, которыми набираем тело будут в основном мандариновые оттенки и зеленоватые. эффект ягодки на свет будет давать приятность телу, а ягодка на свет это примерный цвет мандаринки или белого винограда на свет. ягодка . Продолжение следует... Вопрос вообще бессмысленный, потому что находится этот поясок там или нет, по отношению к местонахождению руки, то есть вообще ни о чем. То есть поясок действительно прямо посередине холста, поэтому, найдя середину, находишь чуть выше. А ты сначала перечисли все, что нужно, а потом будешь рассуждать, короткие или не короткие. Размер головы найди, понимаешь? Может быть, когда все уравновесишь, так все будет... Давай, осочняй. Субтитры создавал DimaTorzok Поскольку светлые партии любят густую краску, то можно ничтожить сумняшися, укладывать эту густоту мощно в тех местах, где нарочито светлые пятки, светлые партии. Ну и ты видишь, как эффектно оно все вдруг нарастает. То есть мы часто видим фактуру художников на картинке и думаем, как они себе, как они знают, когда они себе позволят. А оказывается, светлые партии любят густую краску. Субтитры создавал DimaTorzok Масло умеет фактурами рисовать. Мало того, это ее конкурентное преимущество перед другими способами, перед другими материалами. Ну ты понимаешь? Да. Почему так держать кисточку? Смотри, кисть лежит к холсту. Плюс густоты краски, да? Для тела создать условия на поверхности. То есть расчистить мастики на краску. Создать условия. Какой у нас должен быть цвет тела? Напомню. Мандариновый. Вот. Мандариновый. Причем тут седые и белые, непонятно. Девушки. Мандариновый. Мандариновый. Как хорошо, что я тебя от этой Полиновщины отговорили. Вот бы намучилась. Вроде ресурсов для подобной задачи более достаточно. Как мы можем назвать эту задачу, импрессионизм, да? Смотри, как гущу, прямо чуть ли не ком краски затаскиваю на пол. Посмотри, какие напряжения. Вот это ты сказала. Да, столько. Ты дома прямо жалеешь, да, когда рисуешь? Нет. Но я в масле никогда не жалко. Ага, так вот не жалко. Основно говорю. Если я точно знаю, что светлая партия нуждается в густой краске, то должно быть сразу очень не жалко. Сколько примера появляется. Даже вот за счет этого всего. Это все потом можно чуть-чуть утишить, эти густоты. Но они будут уже, они все равно уже будут мощными. И они уже будут создавать эту... Ух! Что создавать? То, что от слова ух. Плюс коричневый, синий, розовый, коричневый. Смотри, какая у нас фактура. Фактура. Фактура и цвет дерева. Фактура. 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 Понимаешь? Сколько густотами сделал на великой, да? Ну, правильно, не умеешь. Вот и пробуй, щупай. Потому что без густоты такие вещи писать трудно. И за густотой можно спрятать собственную... Собственные неумения, а вот за гласописью неумения не спрячешь. Неужели ты вот эту тему бы попробовала сделать акварелью? Наверное, нет. Ты бы для акварели брала какие-то элементарные задачи. В твоих случаях предполагается, что... Понятно, что если до сих пор ты работала только акварелью, то тебе кажется, что акварелью легче. Потому что там ты хоть какие-то навыки приобрела. Но никогда акварелию не легче. Мало того, диапазон возможностей у акварелию очень невелик. А у нас полный диапазон. Смотри, портрет начался со смайли. В данном случае смайлик против. В данном случае очень сильный ракурс у этого смайлика. Поэтому степень сложности выше. Тем не менее, это всего лишь смайлик. Это обозначенные точки основных черт. Это ж не глаз нарисован, это ж муха глаза, да? Да. 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 Поправить неточности в масле ничего не стоит. В акварели почти невозможно. Так что ты на масло-то не обижайся. Я не обижаюсь. Чуть-чуть навыков и все будет. Зеленые рефлексики, да? Вот так. Зеленые мышки. Ну TT. Хорошо. Все. Похоже. Продолжение следует... 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 Продолжение следует...